Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий, так что дерзайте. Ну что же, давайте посмотрим на расписание сегодняшних наших матчей. Зенит сыграет дома против Реала на групповой стадии Лиги Чемпионов. Выездная игра против Московского Динамо в Чемпионате России. Выездная игра с Фенербахче в Лиге Чемпионов и домашняя против Урала в Чемпионате России. Ну что же, давайте переходить к составам. Сейчас соберем и будем выдвигаться на игру. Ну что же, вот таким составом мы выйдем против Мадридского Реала. Напомним, мы в прошлом сезоне играли с ними на стадии четвертьфинала. Лиги Чемпионов, если я не ошибаюсь, дома мы сыграли в ничью 1-1. Хоть Реал и повел первыми по ходу этой встречи, но на Сантьяго-Бернабе мы их минимально обыграли. Благодаря этому и прошли в полуфинал. Зенит-Реал, поехали. Газпром-арена. Зенит принимает Мадридский Реал во втором туре Лиги Чемпионов. Поехали. И мы пропускаем. Причем над же игрок. Элвейдис срезал мяч в свои ворота. Вот сейчас на 90-й минуте. Ну просто замечательно. Что еще я могу здесь сказать? Автогол действительно на 90-й минуте и все. Я не знаю сколько там. Ну 4 минуты добавил арбитр. Вряд ли мы сейчас что-то успеем за 4 минуты. Если мы за 90 минут ничего не смогли, сейчас за последние уже 2. Вряд ли что-то успеем. И все. Минимальное поражение от Реала. По ходу записи этого ролика пришлось... Ну опять какие-то проблемы со звуком. Я не знаю что это и из-за чего опять все это началось. Вот. Но поэтому пришлось заменить микрофон. И вот. Минимальное поражение от Реала. В прошлом сезоне мы ни разу не проиграли за 2 матча. Но здесь вот получилось вот так. Ну что же. После второго тура мы находимся сейчас на второй строчке. Реал на первой. Пока что идут без поражений. Ну а мы вот так вот будем сейчас наверное с Венербахче бороться за вторую строчку. Итак. Поражение от команды Реал. Мы должны присоединяем следить за Динамо Москва. И Жезус отрицает слухи о переходе в Интер. В сборную месяца попал Жезус Гринвуд. По тренировкам здесь прокачались только игроки и молодежки. И все. Итак. Сейчас выездная игра против Динамо. Там через 2, больше даже 2 недель. Игра следующая в Лиге Чемпионов. Поэтому. Ну сейчас будем смотреть кто готов кто нет. Ну так бы стартом состава я бы все таки вышел. Снова не готов у нас Малком. И не готов сильно Тей Гринвуд. Но других вариантов у меня в принципе то и нет. Сумаре выпущу вместо Маркиниса. Аки вместо Элведи. Ну и вместо Жезуса выпущу Сердара Азмуна. Все. Вот таким составом мы выйдем. Динамо, Зенит. Выездная для нас игра. Поехали. Итак. ВТБ арена. Динамо принимает Зенит. В рамках Чемпионата России. Поехали. И Асимьен выводит нас вперед. 36 минута. Хороший во-первых пас на него от Азмуна. И все. 1-0. Зенит выходит вперед. И отлично. Дубль Асимьена. 72 минута. Увеличиваем наше преимущество. Супер. И Жезус. Только что вышел и забил гол. 84 минута. 3-0. Громим Динамо на выезде. И все-таки пропускаем. 90 минута. Снова в концовочке. Мы как-то потеряли себя, свою оборону. Комличенко нам вот забивает, так сказать, гол. Престижа. И все. Финальный сысток. Уверенная. Выездная победа Зенита в чемпионате России. 3-1 обыграли Динамо. Ну, более-менее. Если бы еще сейчас не пропустили в концовке, было бы намного лучше. Лучшим стал Асимьен. 7-5 у него оценка. После шестого тура мы все-таки на первом месте. Лидируем над вторым местом. Пока что здесь Рубин. На одно очко. Так, групповой этап турнира. Прогнозы на третий матч. Победа над командой Динамо. В ожидании матча с клубом Фнербахче. Пикфорд может перейти в Манчестер Сити. Вот такие слухи уже пошли. Так, центрального полузащитника нам находят. Вальверды. Вот, это вот очень хороший вариант. Очень хороший. Так, кто у нас здесь дальше? Камовинга. Ну, насчет Камовинги ничего бы не сказал. Добавлю в любом случае его в список. Здесь он что-то как-то не очень сильно-то прокачался. Хотя уже какой-то у нас четвертый сезон идет. Поэтому как-то так. Так, ну из всех этих я бы в Вальверды сейчас пытался бы подписать. Которого мы, кстати, то и можем взять. Только бы деньги у нас были в зарплатном бюджете. Было бы вообще все замечательно. Итак, у нас сейчас игра в Лиге Чемпионов. Вторая строчка. Это мы встречаемся против третьей. Еще и на выезде. Поэтому в Турции будет нам трудновато. Но мы, надеюсь, постараемся. Так, Чалов. У нас даже сегодня в старте выходит, а не Асимьен. Вместо Гринвуда мы берем Дрюси. И вместо Асимьена берем Азмуна. Так что вот таким составом мы сегодня выйдем. Фенербахче, Зенит. Лига Чемпионов. Поехали. Итак. Сукру, Сарагаглу, Стэдиуму. Правильно, наверное, прочитал. Мы в Турции. Фенербахче против Зенитов. Встречаемся мы с ними впервые. Посмотрим. Все-таки именно, я так понимаю, теперь с Фенербахче у нас будет идти борьба за выход в плей-ф. Потому что Мадридский Реал пока что, ну убедительно, две победы на старте из двух добыл. И все, финальный сесток. Нулевая у нас ничья в Турции. Набираем мы четыре очка за первую, так сказать, половину группового этапа. Но это очень плохо, как по мне. Все-таки мы доходили и до полуфинала в прошлом сезоне дошли. В позапрошлом дошли до финала. Но вот как-то сейчас очень убедительно мы играем. А тем временем Реал набирает девять очков из девяти возможных. И скорее всего мы выйдем со второго места из группы, если конечно еще выйдем. Итак, наши переговоры. Так, у нас здесь кстати есть Бартуаль еще какой-то. Я что-то не помню, что мы с таким переговаривали, но не суть. Так. За 33 миллиона согласны нам продать Вальверде. Это мне кстати побольше вариант нравится. И Арсенал за 30 миллионов готов продать нам Гиндузи. Пока что так все и оставим. До поры до времени. Потому что вдруг не получится там подписать Вальверде. Будем подписывать тогда может и того 85-го игрока. Так, ну у нас сейчас игра против Урала. Они идут ниже 10-й строчки. Сейчас дальше игра с Тульским Арсеналом. Ну а потом снова у нас ответная игра против Венера Бахче. В четвертом туре Лиги Чемпионов. Поэтому давайте я какие-то более-менее замены ротирующие сделаю. Дам отдохнуть некоторым игрокам. И все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Урала. Чемпионат России. Домашний матч. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Урал. Чемпионат России. Начинаем. И все-таки забиваем. Просто уже затолкали этот мяч. 68-я минута. 1-0. Снова Асимьен нас выводит вперед. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа Зенита над Уралом. Благодаря единственному голу Асимьена мы все-таки выигрываем по ходу этого матча. 8 ударов. 6 твор. Очень хорошо играл у них по Мазун. Но Асимьен все-таки немножечко получше оказался в атаке и забил ему гол. После седьмого тур мы все так же на первом месте. Уже на 4 очка опережаем вторую строчку. Пока что Рубинский. Рубинский. Казанский Рубин. Итак, у нас переговоры. Скауты нам нашли еще одного центрального полузащитника. И это Джошуа Кимих. Но у нас опорники пока что хорошие. Это Сумарей Маркинис. Итак, а здесь уже пошли предложения по моей команде. Фодден. Вот. В Шеффилд Унайтед. Все-таки возвращается Фил Фодден в Англию. Пожелаем ему там удачи. За 23 миллиона практически сейчас попробуем его продать. У него зарплата, правда, 1 700 000. 2,5. У нас сейчас есть, так сказать, в копилочке. Но я не знаю. Должно все-таки как-то у нас, я надеюсь, накапать. Там что у нас по настройке бюджета. Да, у нас здесь просто все в зарплатный бюджет. Дай бог, что накопим как-нибудь. Ну и все на этом. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожиданно. Встретите, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok